Не морозь меня, моего коня. Настроение и уют в процессе работы создают песни и антураж музея Носка. Здесь, среди самобытных образцов рукоделия, рассказовские мастерицы трудятся над новыми изделиями. Задача перед барышнями стоит ответственная. Связать украшения для новогодней ёлки – да не простое, а то, что представит Тамбовская область на ВДНХ в рамках выставки «Ёлки России». Её главная идея – поддержать народные художественные промыслы регионов страны, поэтому деревья нарядят украшениями в этнических стилях каждого региона России. Знаете, здесь даже не то, что престижно, а здесь даже как-то радостно, что всё-таки приносим радость другим людям, своим рукоделием. Ну, даже вот от этого радостно. Чтобы не было особых морщин, мы закладываем вот таким образом. Чтобы меньше было на лице различных складов. Вот так в умелых руках мастерицы рождается ламец-отмановский боец. Это традиционная мужская кукла-куклак. Неотъемлемые черты таких персонажей – кулаки. Их создавали с помощью камушков, обёрнутых лоскутом ткани. И шапка. Тот кулак, что быстрее собьёт с противника головной убор, считался победителем. Такие игровые куклы были популярны в тамбовских семьях, ведь в этих краях очень любили кулачные бои. С одной стороны, это маленькие совсем, которые прям малюсенькие, они играли. Те, что постарше, обучались под присмотром старших. Затем уже в кулачках участвовали подростки. И последние бились уже взрослые мужики. Как такое, говорят, поперёд батьки, в пекло не лезть. В конец 19-го, начало 20-го века, вот где у нас сейчас площадь Льва Толстого, вот там проходили кулачки. Кулачки даже проходили зимой на реке Цне, на Студенце, когда Студенец был большой. Историю родного края через элементы быта, народные костюмы и обычаи Лариса Мешкова уже несколько лет преподает юным воспитанникам областного центра развития детского творчества. Традиционные тамбовские детали легли и в основу образов кукол, которые мастерица создала своими руками специально для выставки на ВДНХ. В куклах, которые были приготовлены для ёлки на ВДНХ, костюм представлен тамбовской губернии. То есть это андарак. Жёны стрельцов одевали особенную одежду. У них была юбка-андарак в волоску. Образ подорожницы, которая с узелком, будет вот на ёлке. Это как раз юбка в клетку тамбовская, чёрное поле. Сейчас тех самых кукол в аутентичных тамбовских нарядах среди других красавиц и красавцев нет. Они проходят последнее приготовление перед поездкой в столицу. Чтобы изделия выдержали непогоду, на одном из предприятий их обрабатывают специальным составом. А вот валенки и носочки уже могут отправляться в путешествие. Всего специально к выставке в Тамбовской области смастерили около трёх десятков символичных ёлочных игрушек. На просторах уличных ВДНХ будут установлены 89 живых елей по количеству субъектов федерации. И также будет установлена пятиметровая ель в специальном коробе размером 2х2 – 1,2 метра с вывеской «Тамбовская область». Вышивка наша орнаментальная, куклы в народных костюмах, рассказские носки, валенки, варежки с орнаментом Тамбовской области. Мастера тамбовские выполнили все технические задания, условия, которые организаторы представили. В новогодний наряд тамбовская пятиметровая красавица должна одеться к 1 декабря. Именно в этот день по замыслу организаторов выставки зажгут огни всей ёлки России. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Илья Тырса, Ольга Кириллова, Область новостей.